Очень необычно, когда ты гуляешь по территории, ты слышишь барабан, и ты не понимаешь, откуда он возник. История этого места в Барановичском районе началась около 12 лет назад. Небольшой живой уголок для сотрудников мебельного предприятия, к которому относится парк, превратился в невероятный мир. Больше тысячи животных и птиц поселились на площади в 344 гектара. А гостями парка стали жители из России, Литвы, Латвии, Америки, Италии, Китая. Всего больше 370 тысяч человек за этот год. Мы приехали из Московской области, посмотрели в интернете очень популярное место. Животных можно трогать, и они очень контактные. Такое ощущение, что они здесь счастливые. Не как в обычном зоопарке, что они здесь живут своей счастливой жизнью. Каждый день осмотр всей территории, полностью всех животных. Мы их откармливаем разными корнеплодами. У них солевые лизунцы с микро-макроэлементами для того, чтобы восполнить баланс. Ветки разнообразные тоже входят в рацион. Планы у нас грандиозные. Парк огромный. В будущем будет разделен на 4 локации. Люди на своем транспорте проезжать между животными, будут их угощать кормом. Также зона сафари, где будут слоны, бегемоты. А парк деревянных животных и птиц находится прямо в Барановичской школе искусств. Сергей не только из обычного полена умеет создавать шедевры и видеть уникальность в простых вещах, но и учит этому детей. Начиная с 5 классов дети ходят. Ремеслу научить несложно. Сложнее научить видеть. Этот взгляд у художника выработать. Прожил в разных областях, и есть чем сравнить. И свою Брестскую область я люблю. А об этом стрит-фуде слышали даже те, кто не знает о Барановичах. На местной пешеходной улице лодочка держится на плаву уже почти 30 лет и стала кулинарным брендом города. Рецепт не меняется с долгими годами. И вот он удачный. В то же время обслуживание быстрое. Ну, как-то и все приветливы, все знают. Да, да, да. Все готово очень быстро. Тот самый рецепт разрабатывали больше трех месяцев. Сначала булочки были мягкими, не отлипали от аппарата. Но по истечении этих трех-четырех месяцев дошли до такой кондиции, которая булочка понравилась всем. В летний период времени мы можем продавать и 200, и 300, и 500. В этом месте предлагают четыре вида лодочек. Я взяла самую популярную. Здесь у нас хрустящее тесто, которое делают только в Барановичах. Сосиска, три вида соусов, кстати, горчицу тоже делают здесь, и огурчик. Поэтому давайте пробовать. Тесто, вау, хрустит как. Очень вкусно. Барановичи – густонаселенный город. Больше 173 тысяч человек. Второй по величине в Брестской области. Поэтому акцент на строительство. В этом году планируют сдать 82 тысячи квадратных метров жилья. Внимание и развитие детей. Средняя школа номер один символична, но действительно. В районе самая молодая, большая, обучается почти 2000 человек. И технически оснащенная. А еще танцующая. Здесь практикуют подвижные перемены. Моя школа самая любимая. Мне больше всего нравится кабинет информатики. Нравится занятие по английскому языку. Еще я хожу на занятия по рисованию. Мы там учимся рисовать всякие предметы, нашу рморты. В учреждении создано 8 лабораторий по разным направлениям, где дети программируют на языке скретч, из бумаги и ткани создают уникальные фигуры, проектируют космические изобретения и даже выращивают муравьев. За муравьями ухаживают дети на данный момент 4 класса. Также мальчик с расстройством аутического спектра. Они сами проводят свою научную деятельность. Регулируют питание муравьев, то, как за ними ухаживать, для того, чтобы колония развивалась в определенном темпе. Очень хочется лично мне покорять космос. Представлю вам свою работу на спутник класса Купсат. Она может делать снимки, она может делать измерения. Мы сотрудничаем с городом-побратимом Магадан. Налажено сотрудничество со средней школой номер 17 города Кузнецка. Сотрудничаем с Псковским государственным университетом. В этом учебном году у нас открыт 5-й кикоинский класс по формированию у ребят конвергентного мышления. В Барановичах около 40 крупных предприятий профиль различный. Производят косметику, хлебобулочные изделия, обувь для активного отдыха и мебель. Свой бренд воды в городе уже больше 20 лет. И это единственное в мире производство, кто в промышленных масштабах настаивает воду на кремнии. Наша вода уже 4 раза признана лучшей товаром Республики Беларусь. Достаем скважины, вода на водозаборах обезжелезивается, после этого идет к нам в цех. В цехе мы ее несколько раз фильтруем разными фильтрами. И полипропиленовые намотка, прессовка, угольные фильтры. Кроме этого, по всему городу стоят аппараты с живой водой. А жители еще и выигрывают в цене. Бросили монетку. Все, у нас отображение баланса. А 10 секунд идет озонирование. Пошел набор воды. Ее можно пить, использовать для бытовой техники. Приезжают даже, я знаю, Сганцевич, Сляхович. Быть востребованными на внутреннем и внешнем рынках помогли и санкции. В частности, барановическое предприятие по производству порошков и жидких моющих средств закрывает любые потребности белорусского покупателя. Бытовая химия эконом и премиум класса. Детская серия с гипоаллергенной отдушкой. В этом году появилась и новая линейка для шерсти. И все это не хуже западных аналогов. Порошки, в принципе, это одно и то же сырье, которое используют все производители. Здесь основное – это уделять внимание качеству продукции. На нашем предприятии мы не используем флор. Большой ассортимент средств для мытья посуды. Суржа, средства для стекол. В этом году решили освоить еще отбеливатель. Наше предприятие намерено реализовать инвестиционный проект по реконструкции производства моющих средств. Планируется выпускать до 6 тысяч тонн в год. Это гели для стирки, моющие средства, жидкое мыло, кондиционеры. Основная задача – это, конечно, насытить наш белорусский рынок. Примерно 20% мы поставляем на экспортный рынок с Российской Федерацией, Казахстан и Молдову, поставляем в Кыргызстан. В Барановичах экспорт товаров и услуг за 10 месяцев – 120 миллионов долларов. В пуле международного сотрудничества – 25 стран. У нас сотрудничество с Турцией, Китой, Казахстан. Поставки в Литву у нас никуда не ушли. У нас мебельщики, если посмотреть, они у нас переросли все к уровню прошлого года по производству. Если раньше поставляли в Польшу, то мы очень серьезно переросли в Россию. Причем выиграли не только в темпах, но и в ценах. Она более маржинальна, чем она была в странах Европы. Подтверждаются цифрами, у нас экспорта вырос на 13%. О белорусском городке для главного эфира. Елизавета Синяк, Виталий Селявка и Сергей Корнеев.